Свой первый рабочий день новый глава региона Айдарбек Сапаров начал с посещения Петропавловской ТЭЦ-2. Он ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на объекте. Также ему рассказали, как сейчас там обстоят дела и готовы ли предприятия к приходу северных морозов. Какие поручения Акимобласти дал руководству, расскажет Илья Кудряков. На сегодняшний день станция функционирует на семи котло-агрегатах. При этом два котла находятся в резерве и подключать их будут при дальнейшем понижении температуры воздуха. На оставшихся двух до сих пор идут ремонтные работы. По словам гендиректора предприятия, всё идёт по графику и никаких проблем с поставкой тепла в дома горожан не будет. Так что зима пройдёт в штатном режиме. Глава региона подчеркнул, что ситуацию будет держать на контроле. Сегодняшний свой объезд по городу начал с вашего объекта, с ТЭЦа. Сам своими глазами увидеть, убедиться, как идёт работа. Поэтому ваша задача, я думаю, вы летом перед отопительным сезоном, наверное, всю работу подготовительную провели. Согласно плана, графика. Поэтому надеюсь, что мы будем работать без сбоев, но надо держать на контроле. Ваша задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и электроэнергии. Вот это самая главная задача. Надо везде организовать дежурство, особенно праздничные, суббота, воскресенье, выходные дни, круглогодичные дежурства, чтобы сразу, в случае чего, если какие-то сбои будут, принимать быстрее реагирование. Единственная проблема, с которой сейчас сталкиваются на ТЭЦ – это нехватка угля. Но при поддержке Акимата ситуацию решают. В понедельник ожидается очередная поставка. Айдарбек Сапаров поручил своему заместителю держать этот вопрос о контроле. Запас твёрдого топлива необходимо сделать минимум на 25 дней. Также он поручил мониторить и температуру в учебных заведениях города. Дайте поручение, по всем школам проехали, сами, чтобы проверили, убедились. Они просто сидят в кабинете, смотрят, докладывают, всё хорошо. Сейчас мы, чтобы потом родители не жаловались. Нам какие вопросы для Акимата есть? В принципе, вопросы сейчас по вагонам нам решить. Всё. Да, а все остальные вопросы, в принципе, и решим. Остальное всё в рабочем порядке мы решаем. У нас полное взаимодействие. Тепловые сети, электрические сети с Акимом Городом очень хорошо работают. С Азианчинс помогает. В этом месяце Петропавловская ТЭЦ-2 будет обеспечена 10-ю работоспособными котлами. Это позволит станции нести нормативную нагрузку по генерации тепловой и электрической энергии. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, Служба новостей. Петропавловская ТЭЦ-2